Добрый вечер, я Евгений Енин на четвертом канале «Итоги недели». На этой неделе российская делегация представила заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Презентация прошла в Париже под эгидой Международного бюро выставок. Провел презентацию в Рио губернатора Свердловской области Евгений Куйвышев. Заявленная тема выставки «Изменяя мир. Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Наши конкуренты – Осака, Баку и сам Париж. И вот презентационный ролик. Ну, почему в этом ролике «Большой театр» мы говорить не будем? Ответ дан, во-первых, потому что это красиво. В студии «Итоги недели» Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области. Он тоже был в Париже. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Как Париж? Хорошо, Париж. Хороший развивающийся город. Спокойно. Как конкурент? Как конкурент. Я думаю, что мы выглядим не хуже. И с точки зрения внешнего вида города, и с точки зрения благоустройства, и с точки зрения чистоты, кстати говоря. Мы выглядим более чем неплохо даже по сравнению с Парижем. Тем более, что заявку дает не сам Париж, это один из городов Большого Парижа. Ах, даже так. Это один из городов. То есть это такая же агломерация, как у нас. Они все себя называют Парижем, так же, как у нас все, кто приезжают за границу из Большого Екатеринбурга. Ну вот как бы у нас пышма при всем говорении. Они говорят, где живешь? В Екатеринбурге. Как проходила презентация? Презентация проходила, это четыре части. Каждая из стран представила свое видение выставки. Это официальные заявки начала, скажем так, вот этой вот выборной кампании. Это точно такой же выбор, который будет сделан в ноябре 2018 года. Париж выступил достаточно стабильно. У них было меньше видеоматериалов. Они в основном брали спикерами, их было несколько. Достаточно уверенная речь. Пока мне показались немножко размытые перспективы, что будет в виде наследия. Потому что Париж все-таки город достаточно скученный, он застроенный. У них все есть. И выделить 500 гектар под застройку, как это можем сделать мы в виде отдельного парка, там, конечно, проблемней. Соответственно, возникает новая логика проведения такой интегрированной выставки. Ну и немножко размывается понятие наследия. Баку чувствуется финансовый ресурс. Вложились, пошли, показывали достаточно хорошие ролики на профессиональном уровне. Единственное, докладывал посол почему-то, а не представители официальных каких-то инстанций государства и регионов. Но я думаю, что что-то у них подтянется и еще сделают. У нас, соответственно, докладывал Евгений Владимирович, у нас докладывал заместитель министра промышленности Российской Федерации, что говорил о полном уровне поддержки на уровне федеральных структур нашего проекта. Мы рассказывали о том, что да, у нас на сегодня есть опыт участия в заявке Экспо-2020. Мы говорили о том наследии, которое будет создано в виде вот этого Экспо-парка, который со временем превратится в еще один район Екатеринбурга. Мы говорили о том, что мы не останавливались после Экспо-2020 и готовились к этому мероприятию, в том числе чемпионат мира по футболу. Показали перспективы, когда Татищево выйдет прямо на Экспо-парк. То есть все вот эти вот моменты были обсуждены. Мне кажется, выглядели неплохо. Вот абстрагируйтесь, пожалуйста, от понятного нашего желания получить и выиграть. Оцените, как мы выиграли, как мы выглядели на фоне остальных. Ну, я думаю, что японцы продвинулись чуток дальше нас. То есть они выступили очень сильно. У них в презентации был премьер-министр на видеосвязи. Он рассказывал о том, как это нужно региону. Но японцы делают хорошо. Это сильные конкуренты. И, соответственно, надо к этой борьбе готовиться. Я думаю, что мы заняли второе место. И это неплохо. Потому что и время подготовки у нас было ограничено. Да и, собственно, выходить сейчас на максимальный оборот и смысла нет. У нас будет еще три презентации. То есть мы сейчас говорили о первой. Следующая должна быть чуть сильнее. И в пик выходим в 2018 году в конце. И соревнования, о котором вы сказали, аналогируя со спортом, это вот эти презентации. Это некий матч между городами в виде презентации. Это несколько таких вот линий сюжетных. Первое – это презентации. Второе – это визиты сюда делегаций, кто смотрит, как готовится город, как готова инфраструктура. Ну, то, что можно пощупать руками. И третье – это работа со странными делегатами, кто на сегодня принимает решения. Потому что там есть одно правило. Одна страна – один голос. И неважно, в этой стране проживает тысяча человек или полтора миллиарда. Соответственно, где-нибудь там Кирибати… Голос один. Да. И, соответственно, это очень большая работа на уровне МИДа Российской Федерации, на уровне наших торгпредств, на уровне наших федеральных министерств, кто работает с зарубежными странами активно. Это более чем серьезная работа. Но правильно понимать, что заявка Екатеринбурга – это заявка Российской Федерации. Безусловно. И Екатеринбург был выбран среди городов Российской Федерации для того, чтобы представлять Российскую Федерацию, а не мы одиноки в полевое. Нет. Безусловно, нет. Это проект страны. Нас рассматривают как заявку страны. И всегда при представлении говорится сперва «страна Россия, город Екатеринбург». Мы ни в коем случае не выступаем как вот такой отдельный субъект. Мы говорим о том, что был более чем серьезный отбор. Это и Нижний Новгород, и другие города. Решение, я думаю, принимал лично президент, исходя из анализа нескольких факторов. Это то, что уже готова имеющаяся инфраструктура, опыт проведения подобного рода мероприятий и наличие людей, кто в состоянии это сдвинуть. Я думаю, что это личное доверие губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Ковишеву, когда президент говорит «да», я уверен, вы это сможете сделать и представить страну достойно. Поэтому это большая честь, независимо от того, что у нас будет, как продвигаться дальше. Мы на сегодня представляем всю нашу страну, и мне за это испытываю гордость. Что дальше будет делать вот тот комитет, который занимается продвижением Екатеринбурга? Это три направления работы, о которых я сейчас сказал. Это и работа, связанная с подготовкой презентации, заявок, новых роликов, новой информации, подготовка наследия, подготовка генплана, как это будет выглядеть, когда это все будет построено. Многие наработки сегодня у нас уже есть, это опыт экспо 2020. Второй раздел работы – это прием здесь делегаций. Мы должны показать и, собственно, на месте рассказать, как это все будет происходить и быть готовыми к этим визитам. И третий – это работа с странами, которые должны будут за нас голосовать. Ситуация политически у нас непростая. Как говорится, друзей у России всегда было много, на сегодня их может быть чуть меньше, но я уверен, что мы сможем эти голоса набрать. Не упомянута работа с жителями Екатеринбурга вами, потому что в прошлый раз вот эта часть была упущена, и жители Екатеринбурга не очень с восторгом приветствовали проведение выставки экспоэкса «Потенциальная». Да. Значит, одним из основных параметров при принятии решений является исследование поддержки населения вот этого вот процесса. При этом мы говорим не только о Екатеринбурге, мы говорим о диаметре вокруг Екатеринбурга – 100, 200, 300, 500 до 1000 километров. Да, они же приедут туда на выставку гостями. До 1000 километров. Мы говорим о том, что объем посещений, который планируется на данном этапе, он будет уточняться, это от 30 до 50-60 миллионов человек за полгода. Соответственно, при подобных перегрузках городской инфраструктуры, то есть это в среднем в городе будет находиться дополнительно от 250 до 500 тысяч человек. Это серьезная нагрузка, город должен быть к этому готов. Плюсом к этому общественное мнение должно способствовать к тому, что да, это нам надо. Это не заявка, грубо говоря, чиновников или представителей государственных структур, это заявка народная. И вот эта работа, она уже будет осуществляться здесь, нами. Это наша работа, это работа городской администрации города Екатеринбурга. Это работа в том числе Челябинска, с которой мы на сегодня обсуждаем, что это будет агломерационная заявка с учетом нашей скоростной линии Екатеринбург-Челябинск. Это будет два региона. Наследие будет в виде агломерации двух регионов, а может быть еще и Тюмень-Спермию к нам присоединятся, Уральский промышленный узел, мы все помним. Вот этой частью нужно будет начинать заниматься активно. Вы безусловно правы, что если мы эту работу упустим, можно опять будет прийти к почетному второму месту, а нам нужно только первое. На сегодня анализ показывает, что все идет как обычно. Кто-то обращается на официальные сайты с предложениями и достаточно позитивно настроен. Группа диванных аналитиков, как обычно, под чужим именем в интернете пишет там какую-то желчь. Значит, другой народ изучает. Вот эту вот группу, кто на сегодня изучает и смотрит, ее нужно вовлекать. Потому что Экспо, это не только Экспо-парк. Это огромное количество мероприятий, которые будут проводиться по всему городу. И не только по городу Екатеринбургу, я думаю, что и Челябинск к нам присоединится. Это те мероприятия, которые будут проводить сами граждане. Ну и нужно объяснять, что это праздник длиной в полгода, который будет у нас в городе. Это шанс для развития города на ближайшие 30-40 лет. Это привлечение серьезного объема инвестиций, кроме того, что это праздник. Это коренное изменение инфраструктуры всей западной части города. Это возобновление строительства метро. Это открытые площадки для застройки, то, что идет за визом правобережным. Это совсем другой город в перспективе 2025. Работаете, Александр Геннадьевич? Спасибо. Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области, был сегодня в итогах недели. Сразу после рекламы. Кандидаты в губернаторы Свердловской области. Ну сколько здесь поместилось, мы позвали. Познакомимся. На четвертом канале итоги недели продолжаем. Выдвижение кандидатов в губернаторы Свердловской области, ну можно сказать, почти закончилось. Кандидатов выдвигают партии. И вот что есть на сегодня. Кто есть? Приветствую кандидатов в губернаторы. Всех мы собрать не могли, поэтому выбрали самых лучших, естественно. Напоминаю вам, что мы не имеем с вами права заниматься агитацией, то есть призывать голосовать за себя, но можем обсуждать общую ситуацию. Простой вопрос. Вы на что надеетесь? Безусловно, на победу на выборах. Коротко и ясно. Аналогичная ситуация, но на второй тур, я надеюсь, точно абсолютно. А, ну вот все-таки не аналогично. Ну да, второй тур, второй тур это сложнее. Нас устроят победу в первом туре. Дмитрий. Ну, я не знаю, с кем придется биться во втором туре, либо с коллегами, либо с Врио, но тоже второй тур он должен быть. То есть второй тур это ваша цель? Как минимум, да. Нет, подождите. Как минимум, да. Я причем прекрасно понимаю, кто мой основной оппонент. Нет, подождите, давайте разберемся. Или я иду, чтобы победить. Я понимаю, что у меня это может получиться, шансы есть. Или я иду для того, чтобы был второй тур, поэтому мне поставят жирную галочку, я выиграю на следующих выборах в ЗАГСобрании, в Городскую Думу и так далее. Евгений, по-моему, все однозначно совершенно сказали, что в первом туре победить практически нереально. Поэтому все надеются на второй тур и на победу во втором туре. То есть вот об этом все и говорят. И все понимают. Вот Дмитрий говорит о том, что у него много конкурентов. Я считаю, что у меня вот основной конкурент это Евгений Владимирович Куевшев. Все. То есть вы два либерала? Что значит мы два либерала? Мы два лидера. А, ну лидера и либерала, тем не менее. Но вы же либерал? Да, конечно. Если он конкурент, значит тоже либерал. Если общий избиратель. Нет? Я не понял ваш вопрос. Хорошо. Мне проще. Я социал-демократ, поэтому я надеюсь на победу в первом или во втором туре. Это уже второй вопрос. Насколько вероятен второй тур? Вот по-серьезному. Выборы губернатора, по-моему, у нас не проходили без второго тура в Савеловской области. Не проходили. И в 95-м, и в 99-м, и в 2003-м. На сегодня политическая ситуация такая, что разнополярные мнения в обществе есть, и у людей есть определенный сильный протест. Поэтому я считаю, что очень велика вероятность второго тура. Константин. Давайте мы, во-первых, еще подождем, подвижение еще не закончилось всех. И я надеюсь, что этими шестью кандидатами, включая меня, дело не закончится. Я надеюсь на то, что еще несколько человек выдвинутся и будут пытаться, соответственно, зарегистрировать. Я очень надеюсь, и это моя принципиальная позиция, чтобы было как можно больше людей, как можно больше точек зрения. И если людей будет больше, то вероятность второго тура, естественно, будет выше. Дмитрий. Я хочу сказать о том, что в Савеловской области больше миллиона пенсионеров. Партия пенсионеров первый раз принимает участие в столь масштабных и крупных выборах. И мы знаем, что на выборы ходят в основном люди старшего поколения. И моя задача убедить прийти к избирательным участкам именно этих людей, показать, что партия пенсионеров заботится и беспокоится именно о них, что мы собираемся не дать повышение пенсионного возраста. Мы собираемся добиваться того, чтобы проводилась индексация пенсии. Это на федеральном уровне. На региональном уровне тоже многое можно сделать. Избиратели, которые ходят голосовать, это избиратели партии пенсионеров. Именно с этим мы и идем. Константин Викторович, я снова обращаюсь к той социологии, которую вы сами здесь же оглашали. По которой Куйвышев побеждает. Совершенно верно. И снова спрашиваю, а вы-то здесь что делаете? Я уже отвечал на этот вопрос еще раз. Потому что после вас ответят ваши коллеги. Еще раз отвечу. Дело в том, что когда проводилась эта социология, Куйвышев однозначно совершенно лидировал. И врать здесь нельзя. Причем выигрывал в первом туре. То есть когда был определенный набор кандидатов. Сегодня, когда я эту социологию смотрю, то есть я позицию кардинально изменил. Изменил в каком смысле? Но вы тоже социологию смотрите? Стоп, стоп. Я позицию изменил каким образом? Я не собираюсь презентовать себя. Я собираюсь презентовать определенную идеологию. А это уже совершенно иной подход. Я собираюсь презентовать определенные идеи. Если бы я шел просто так вот в Киселев и все, то есть однозначно проигрыш без всяких проблем. И все так проиграют. То есть когда же я презентую целую идеологию, проект, программу, это иная постановка вопроса. И здесь уже надежда на то, что у нас люди здравые, читающие и прочее, она естественно выше, и шансы соответственно повышаются. Наши с вами коллеги по политическому лагерю, либералы, на выборах Госдумы, нескольких приходили. Борщевский рассказывал, что вот смотрите, вот у нас 10% населения, 15 даже, может быть, это либералы. И вот они наши. Ничего не получилось. Вот смотрите, Евгений, еще раз. Что такое либеральная идеология, помимо тех лозунгов, которые озвучивал Борщевский и другие либералы? То есть либерализм это здравый смысл, прежде всего. И сегодня, когда кризис не успокаивается, набирает силу, люди все больше начинают жить вот этим, именно этим здравым смыслом. Люди невольно становятся либералами, по необходимости, из-за ситуации. Никуда от этого не деться. Холодильниковые либералы. Как угодно их назовите. Дмитрий, почему не Бурков? Сегодня принято такое партийное решение. Александр Бурков больше работает в Москве, в федеральном. Нет, это действительно интересно, действительно ожидали. Ну вот извините, все-таки, когда обсуждалось, то все-таки обсуждался прежде всего Бурков, как человек, участвовавший в выборах губернатора, он же больше двух раз участвовал. Один раз участвовал, выходил во второй тур. Один раз? Один? Занимал второе место. Выходил и выходил во второй тур. Ну то есть вот у человека потенциал-то. Ага. Ну мне не совсем правильно будет говорить здесь, почему Бурков, не Бурков, Ионин. Ну у кого спросить-то еще? Ну у Киселева спросить. Нет, Бурков об этом говорил, он говорил, что дает дорогу молодым, и что в принципе, и так как я на сегодня от партии «Справедливая Россия» активно работаю именно по области, езжу по области, взаимодействую с местными отделениями, просто с жителями работаю, то такое доверие партия оказала мне единогласно. Я вас спрошу теперь серьезно, для какой цели вы участвуете в выборах? Вы здесь зачем? Ну потому что, ну извините, я не поверю, я то, что вот вы можете победить. Ну пусть все-таки. При существующей системе и в существующих раскладах. Пусть это все-таки решат избиратели 10 сентября. Ну естественно, конечно. На сегодня я прекрасно вижу, работая в области или в Екатеринбурге почти каждый день взаимодействуя с людьми, что есть очень большое недоверие и очень много вопросов к власти всех уровней, муниципальной, областной и федеральной. И на сегодня это недоверие позволяет говорить о том, что альтернативный кандидат от системной оппозиции, от социал-демократической партии шансы на избрание имеет. Значит, вот смотрите, Евгений, мы с вами еще в той студии, конечно, еще в той студии, мы когда сидели месяца 4 назад, еще вы не переезжали сюда, вы задавали примерно такой же вопрос, тогда был Вадим Дубичев, был я и были вы, да? Я тогда сказал, в чем сегодня заинтересована область и что было бы хорошо на этих выборах. Область заинтересована в обновлении политической системы, в появлении новых персонажей регионального уровня. И в этом смысле я тогда еще вам говорил о том, что я не советую категорически ни Буркову, ни Ройзману выдвигаться. Не просто потому, что они проиграют, а просто потому, что это старые фигуры, а область нуждается именно в обновлении политики. И это замечательно, то есть я доволен набором кандидатов. То есть это новые молодые лица, то есть я оказываюсь вообще, по-моему, самый возрастной кандидат из всех, из тех, кто идет уже сейчас. И это здорово. То есть если мы получим новые идеи, новое обновление политической системы, если мы будем агитировать действительно за какие-то программы, за нормальные совершенно проекты, то это будет здорово, это будет замечательно, чтобы люди выбирали. И более того, кто бы не был выбран губернатором, если наши идеи, наши проекты, они войдут за тем, там выиграет Дима, то есть ну невероятно. Ну то есть свежее мясо, это всегда хорошо. Это всегда здорово, это всегда хорошо. К этому, смотрите, вот мы сегодня уже вспомнили выборы губернатора 99-го года, да, то есть они тоже казались предсказуемы. Вот было два мастодонта, Росель и Чернецкий, вот все, остальные все отметались, никого не будет. И вот на фоне этой борьбы вдруг появился третий, который вышел во второй тур, и борьба была серьезная. Вот очень хорошо, что сегодня, может быть, вот на сегодняшний день в самом старте кампании не воспринимают пока всерьез присутствующих здесь кандидатов. Это хорошо, потому что будет возможность раскрутиться, встретиться с жителями в области и обосновать. Дмитрий, я воспринимаю вот всех присутствующих совершенно серьезно, и вас тоже, как человека, который неоднократно становился депутатом. Дай вам Бог еще раз стать депутатом, вы прекрасно работаете как депутат. Но, опять же, мое представление о политической ситуации, о настроении избирателей не дает мне поверить в то, что вы станете губернатором. Вы сами-то в это верите, на самом деле? Без веры нельзя ничего сдвинуть. Вот главное верить самому. И когда ты веришь сам, в этом убедишь избирателя любого. Точно так же, заходя на любые выборы, вот я могу свои выборы привести. Я в 2009 году боролся с одним из нынешних и тогдашних депутатов городской думы, который на избирательном округе Екатеринбурга выиграл Чернецкого на выборах мэра. Вот никто не верил, что Сергин победит. Сергин верил, что он победит, и я победил. Понимаете, нужно верой в собственные силы идти на эти выборы, и тогда все задачи нам по плечу. Я рад за то, что у вас есть вера, и вот так бы допрашивать свидетелей на судах, ну типа Соколовского, когда приходит, я верующие меня оскорбили. Вот видно, что вы верите в это. Тут вопросов нет. И не только в это. Вот смотрите. Нет, нет, сейчас, секундочку. Но у вас есть ресурсы для этого. Вы понимаете, что это стоит миллионы, миллионы долларов полноценной избирательной кампании, которая действительно может дать некий намек, слабый хинт на победу? Понимаете как, есть сторонники партии, которые готовы финансировать. Которые готовы помогать и безвозмездно своим участием в качестве доверенных лиц и так далее. У нас есть члены партии, которые активно готовы идти в народ, не требуя за это ни копейки. Вы понимаете, что пенсионеры не голосуют за партию пенсионеров, все пенсионеры, только потому что она партия пенсионеров? Нет, не понимаю, потому что нужно донести. Нужно донести и показать себя. Ну так же, как женщины не голосуют за партию женщин, потому что у них голова работает слегка. Понимаете, вот когда проходили выборы, я приходил в каждый двор и именно поэтому голосовали. Да во двор приходил, а тут область. Буду собирать толпы в каждом городе. Посмотрим. Вот смотрите, ваш вопрос совершенно правомерный, да? Потому что любой кандидат, верит он или не верит, он должен все равно просчитывать разные сценарии. Войдет во второй тур, не войдет во второй тур, наберет 1% либо наберет 90%. Просчитывают везде. И естественно, что мы все тоже просчитываем, и я просчитываю. Я понимаю прекрасно и оцениваю шансы, не буду их озвучивать. Но моя задача сделать так, чтобы эти выборы прошли с пользой для области. Чтобы после этих выборов остался не негатив, а остались какие-то позитивные проекты. Осталась позитивная идентичность. Осталось что-то хорошее у избирателей. Для этого в том числе. Несмотря на тот результат, который кто-либо получит. Потому что если не будут либералы участвовать, демократы, разумные люди не будут участвовать в этих выборах, что мы получим? Мы получим опять попрошайничество, дайте нам денег, давайте распределим и все. То есть если не будет этого голоса, выборы пойдут во зло. Будет этот голос, и я надеюсь, что меня услышат, это будет здорово и хорошо. Я просто хочу пожать вам руку за распространение либеральных идей, которые вы собираетесь заняться на выборах. Спасибо. Потому что нас, не большинство пока еще, не большинство, но нужно, чтобы было большинство, тогда это будет прекрасная страна. Второй тур это зло? Или второй тур это добро? Вот глобально. Глобально любые выборы это добро. Вот давайте подумаем, что объединяет нашу область. То есть когда вы были в Серове, когда вы были в Гарях, когда вы были в Сосеве? Я там был, но это измеряется годами, когда я там был. Я вообще никогда не был в Серове. Так вот, единая повестка на выборах, это всегда объединение области, это всегда хорошо. То есть это хорошо или плохо? Нет, выборы это очень хорошо, потому что народ может показать свое отношение к тому, что происходит в области. У нас сегодня в муниципалитетах забрали право выбирать мэра практически везде. И людям единственная возможность, это губернаторские выборы, показать недовольство власти. Второй тур хорошо или плохо? Конкуренция на выборах. Это конкуренция идеи, конкуренция? Нет ничего абсолютного. Нельзя поделить мир на черный и белый. С точки зрения народовласти это хорошо. С точки зрения бюджетных денег, что отсутствие второго тура позволит сэкономить не так богатый наш бюджет, вот, наверное, это плохо. Но все-таки я думаю, что при том наборе кандидатов, которые вырисовываются, второй тур, он скорее всего будет. И как раз он, вот эти принципы демократии, которые существуют, он продемонстрирует. Спасибо большое. На этом на сегодня все. Итоги недели подведены. Я, Евгений Енин, прощаюсь с вами до понедельника. Увидимся в программе Стэнс. Субтитры подогнал «Симон»